Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписывайся, оставляй свои комментарии, ставя лайки. Продолжаем делать обзор на трансляцию с Самвелом. Далее он стал говорить, что не каждой женщине посчастливится найти дурака, чтобы он тянул семью. Но с этим сложно согласиться. Действительно, сейчас такие мужчины редкость. И далее продолжает. А не она на своих каблуках сорок третьего размера? Это он про какую такую женщину с ногой сорок третьего размера сейчас говорил? Кто пришел ему на ум? Это случайно не про Свету, он говорит? Андрюша сидит дома, консервацией занимается, с собаками играется, а Света деньги зарабатывать поехала. Тогда получается Андрюша, по его мнению, правильно, да, не дурак. Семью тянуть он не собирается. Кстати, он в этой трансляции также и упомянул, что если бы вы знали правду, вы бы думали совсем по-другому. Значит, все-таки намек в самом деле на Андрюшу. Не приветствует он его вот это вот просиживание штанов дома, когда жена где-то там горбатится за границей. Кстати, зрители как-то писали, что на старом канале, который Коля удалил, было видео, где он рассказывал, что Андрей не его отец. Я, например, не помню, хотя я Колю тогда так смотрела, но, конечно, я в это все не вникала и, честно сказать, вообще не обладаю этой информацией. Потом они вот говорили, что это все неправда, Андрей мой отец и все на этом. Но я помню, когда Коля рассказывал, что они, он был маленьким, они жили с мамой, и почему-то мама зарабатывала 100 гривен в день, и они так голодали. А где же Андрей в это время был? Почему он не помогал? Или он с молодости такой получается, что не особо-то и перетрудился на благо семьи? Напишите вообще, кто в курсе, ну вот кто действительно слышал, не от кого-то где-то, а кто правда слышал вот это вот из уст Коли, когда он это говорил, кто его смотрел в то время. Далее Самвел говорит, это Серега был дураком, что взял его мать, которая была старше него, да еще и с детьми. А что этот Серега сделал для этих детей? Что он сделал? По большому счету, это Таня приняла в семью алкаша, чтобы не быть одной, и создать такую иллюзию полной семьи. Где-то чем-то поможет от случая к случаю вот этот вот алкашонок, и она уже и рада была. А он жил себе припеваючи, нашел дурочку, пришел на ее территорию. Мужчина на четвертом десятке не заработал себе на жилье. Приходит на территорию женщины, ну вообще это как? И как он тогда собирается обеспечивать семью, если в принципе он не может зарабатывать толком? Взял женщину с тремя детьми, которая была три раза замужем, такого дурака еще надо поискать, говорит Севка. А зачем его искать? Таких приспособленцев полным-полно. Такой мужик знает, что нормальная женщина за него не пойдет. А вот женщина в возрасте, как вот Самуэл говорит, да, мама была старше этого Сереги, еще и дети. Ну вот, пожалуйста, подберет. Вот, а что остается женщине делать? А бы вот какой-нибудь мужик добыл бы. Ну вот так Серега и присосался к Татьяне Васильевне. И опять же таки, таких случаев более чем предостаточно. Далее у него спрашивают, Самуэл, почему ты такой мудрый? А мне хочется спросить, а в каком месте он мудрый? В чем эта мудрость у него проявляется, заключается? Как они ее, эту мудрость, видят? Вот если прочитать определение слова мудрость, это способность размышлять, действовать, используя знания, опыт, понимание, здравый смысл и проницательность. Мудрость связана с такими атрибутами, как беспристрастное суждение, самопознание и непривязанность, и привязанность. А также такие добродетели, как этика и доброжелательность. Ну где у Севки вот эти все добродетели? Где у него этика? Где доброжелательность? Где проницательность и здравый смысл? Понимание? Ну где оно это все? Я, например, вообще ни одной из этих добродетелей я в нем не вижу. Вот что из этого можно отнести к Самвелу? Для меня мудрость, вот именно слово мудрость, присуще только Богу. Человек может быть благоразумным, как-то умным, да, так думающим, размышляющим, там, поступающим правильно, но никак не мудрым. Но это, опять же таки, это мое мнение. Мне нравится одно высказывание. Мудрость – это умение выслушивать противоположную точку зрения, а не доказывать с красным лицом свою правоту, унижая собеседника. Вы хоть раз видели Самвела, который принял чужую точку зрения? Например, спокойно, даже просто, элементарно, спокойно выслушал своего оппонента, не переходя на крик и не плюясь слюной. Он, когда начинает разговаривать, вы замечали? Вот эти слюни прям летят, боже, я вот представляю, как находиться с ним рядом. Когда вот у него рот начинает запениваться, и он просто орет, выпучив глаза, пытается доказать, как же он прав. Рассуждает о том, что со временем страсть между супругами проходит, и мужчина вынужден жить со старой страшной бабкой. Опять же таки, вернемся, это что, портрет матери он сейчас рисует? Тогда какие у него претензии к Аршалуйсу? Он это понял и слинял, пока не поздно. Он так, инстинкт самосохранения для своего мозга в старости, мужик себе просто-напросто обеспечил вот таким вот, тем, что слинял. А мужик, получается, все это время молодел и хорошел, да? Если женщина, которая рядом с ним, старела, дурнела и страшнела. У жены, значит, характер портился, а у мужа нет. Глупо, конечно. Вот где вся его мудрость, я не знаю. Вот эти все рассуждения, кому они могут понравиться, и кто может сказать, что да, он прав, я с ним согласен. Жизнь прожить не поле перейти. Всякое случается. Взять хотя бы того же самого Самвела, каким он был 9 лет назад и каким он стал сейчас. Это ж не дай бог такого спутника по жизни. Занудливый, придирчивый, крикливый, хамовитый. Этот список можно продолжать до бесконечности. Конечно, у него есть положительные качества. Я не говорю сейчас, что он прям вот, ну все, вот, ну просто последний ниже плинтуса. Нет. Но сам по себе, вот я насколько смотрю его и сравниваю со своим мужчиной, он очень тяжелый. Он тяжелый даже для общения, а для жизни это вообще не вариант. Ему же все не то и все не так. Он лучше всех готовит, лучше всех убирает. Ну впереди планеты всей. И самый лучший генофонд у него, да, представьте. Он говорит, вставайте в очередь на оплодотворение, если кто-то хочет таких супер-пуперских детей. Значит, сам в начале трансляции он говорит, нет, я не хочу заводить своего собственного ребенка. Он не будет обладать талантами такими, как у меня. Зато женщина говорит, вставайте в очередь, у меня лучший генофонд. Вот понимаете, вот где, где у него вот это вот перемыкает, что вот буквально не проходит и часа, и у него вот эти вот мысли, значит, бровновское движение в голове. Непонятно, что происходит. Зная его непостоянства в отношениях, там, Райтис, Леша, Оля, Коля, конечно, ему трудно поверить, что в жизни бывает по-другому. Зрители пишут, ты любишь только свою маму. Да, начал оправдываться Самвел. Именно поэтому от большой любви к маме я уехал от нее в неполных 16 лет. И вот только три года назад я ее забрал. В Чехов ее кто потянул к себе? Ты уехал и тут же потянул. А, ну да, это была просто работа, чтобы мама поработала. Хорошо, в Мелитополь постоянно к ней кто мотался. Сейчас никому ее не отдает. Почему? В предпоследней трансляции показал фигу и сказал, что маму к Эдику не отпустят. И так всю жизнь. Пока Эдик жил своей собственной жизнью обычного парня, гулял с друзьями, развлекался, Самвел сидел с мамой. Защищал ее очередного пьяного сожителя. Вместе с мамой ходил и воровать у соседей в колхозе. Вот у него и сложилась вот такая вот модель семьи. Уродливая, противная, вызывающая отторжение. Ира вышла замуж и нашла в семье тихую гавань. Эдик женился и рад жене и дочкам. И только Самвел, просидевший всю жизнь пришпиленным к юбке матери, впитавший от нее ненависть и злобу ко всему миру, не может найти своей мятежной душе покоя. Не знает, на каком суку ему повиснуть. То Оля, то Коля. Понимаете? Несчастный человек. Несчастный, потому что никого не любит. Даже мать, с которой не может расстаться. Ему нужно полностью просто владеть ей, чтобы мучить, как она мучила его. Одной рукой кладет, и тут же, знаете, второй рукой шлепает, чтобы не расслаблялась. Это фигурально выражаюсь, не буквально бьет. Я очень на это рассчитываю. Я вижу это так. И он понимает, что его тоже никто не любит. С самого детства. Мать и отец любят Эдика. Отец еще плюс любит Валерчика. А его никто. Сестра, племянницы, друзья. Все с ним рядом только из-за денег. Когда он жил на зарплату оперного певца в грязной обшарпанной квартире, Ира туда и носа не казала. А вот хотя там она была бы, кстати, со своим Деместосом, приехала бы и помогла братику, если бы любила его. Не было тогда длительных разговорчиков по телефону на постоянной основе, как это мы слышим сейчас. Он долгое время снимал видео, но разговоров об этом не было, что они постоянно созваниваются. Он даже не говорил об этом. Вот он к сестре тянулся, да, и помогать ездил. Она его, возможно, из благодарности за это приглашала на праздники к себе. Может быть, жалость как-то на нее накатывала. Но на этом все. Особо она к нему тоже не стремилась. Зато сейчас соловьем поет. Ай, Севочка, а какой ты красивый, какой ты любимый, какой ты мой зайчик, Семочка, Самвельчик. Вот такая вот вся, такая восторжена. Знаете, прям вот смотрит и... Боже, Самвельчик, ты мой братик. Ой, как я тебя люблю. Какой ты классный. Раньше где была? Про Эрин их дочек и их отношения к Самвелу трудно что-либо говорить. Они тогда были подростками, поэтому... Поэтому говорить тут не о чем. Смеется опять с родственников, что они живут дружно и всегда на праздниках вместе. А что ж вы с маменькой весь август мотались в Запорожье на праздники, на шашлыки и на попойку. Потом они к вам в Днепр на те же самые шашлыки и выпавку приперлись. Жарили овощи точно так же, как армяне. Только те их чистили, вы сожрали, получается, с гарью, да? Ой, как вкусно. Какие же вы молодцы. Когда сытники уехали с Запада Украины, ню не распустил. Я так привык к их обществу, к их дому. И сейчас ведь ждет, не дождется возвращения Светы, когда она наконец-то вернется приготовить чего-нибудь, покушать ему. А когда она готовила, частенько хаял ее блюда. А как она уехала? А, смотрите, сразу заскучал. Недаром говорят, есть убил бы, нет купил бы. Тянет его в семью, понимаете? Тянет. Тянет в Ирину семью, тянет в семью сытников. Но семья ему не нужна. Изображает опять, какие они пузатые. Так у тебя такое же брюхо, когда тебя снимают со стороны, и он забывает его втянуть. Я выложу в телеграм-канал его эту фотографию, скриншотик, как он изображал их. Если кто-то не смотрит его видео, загляните, посмотрите. На красавца. Жрут они много, по его мнению. Вот съели бы кусочек мяса, и на этом все, хватит. А что ж с Маринкой тогда недельный запас продукта в ресторане сожрали? Чего ж не заказали себе? Вот такой же кусочек мяса не показали бы на своем личном примере. Сели за стол и пришлось пересаживаться, ибо все не поместилось. И за вторым столом тоже не поместилось. Представляете, в ресторане не предусмотрены столы для такого количества еды. Уже сам разжирел, никак не может похудеть. Маринка семимильными шагами догоняет Надю, а все жрут и жрут, жрут и жрут. Хлеба тонну уничтожили за один присест. Скоро хлеб с хлебом будут есть и хлебом заедать. Еле бы умеренно, не пришлось бы постоянно садиться на диету. Поэтому, Севка, ну кто бы говорил сейчас о том, что кто-то где-то жирный? Руки, говорит, волосатые. Что у мужчин, что у женщин. Ты посмотри на Маринкины руки. Твоя мать постоянно ходит выщипывать волосы на лице. Олеся подарила мамке полоски для удаления усов, которыми пользуется и сама. Надя говорила, что у нее усы растут. Откуда такая ненависть к той родне? Это не может быть на пустом месте. Пока он постоянно о них думает и говорит в каждом видео, в каждой трансляции, они о нем даже не вспоминают. Они живут своей жизнью. У них она есть. Вот как у Эдика была, а у него не было. Вот так и сейчас. Он все время живет чьей-то жизнью. Вот в отличие, да, вот от Севки, у них это все есть. О других женах он судит по своей матери. О селах тоже судит по своему селу. Жаль, мне говорит, жен, которые в 30 лет становятся похожи на старых бабок, располневших, замызганных. Ну, посмотри на Юлю, как ее разнесло. Не рожала, молодая, городская. И чем занята она? О чем с нею можно поговорить? Помните их прогулку возле дворца Потемкина? Самвел ходил, рассуждал, пытался философствовать. Коля с Юлей фотографировались. Им до этих рассуждений Самвела вообще не было никакого дела, потому что они не в теме, им это неинтересно. Вот фотки, Инстаграм, это да, вот это то, чем живы люди. А какой разговор был между Самвелой и Юлей вот в этом подвале, ну, это, который они оборудовали под бомбоубежище? Юля там про политику, пыталась что-то говорить про Тайвань. Господи, боже мой. А если посмотреть на самого Самвела, на такого городского, на руках и ногах такие когти, которые вначале надо топором поотрубать, а потом уже как-то пытаться привести их в порядок, подстригать. Не чесанный, неухоженный, постоянно одежда в шерсти кота. На маму его посмотрите. Столько лет прожила в городе. Помогло ей это? Нет, как были зачуханные анчутки, так и остались. Спрашивает, встречал ли ты, Самвел, на своем пути восхитительных женщин? Да, говорит Самвел, встречал, красивых, обаятельных. Но так как мы возле него не наблюдаем такой женщины, о чем это говорит? Что он таким женщинам, вот такой заморыш, неухоженный, недалекий, не понадобился? Я, продолжает Самвел, со своим кошельком запросто найду себе женщину. Не сомневаюсь. Он привык покупать себе друзей. Он даже готов купить себе женщину в случае необходимости. Вот этими словами про свой кошелек он сам признал, что сам по себе он никому не нужен и не интересен. Только деньги. Вот за деньги, да, с ним кто-то будет, хоть женщина, хоть мужчина. А без денег нет. Вот это все шобла вокруг него, вот это как стая стервятников кружит, чтобы урвать кусок да пожирнее. Когда был бедным, даже семьи рядом с ним не было. Даже те зрительницы, которые его сейчас обожают или даже, возможно, любят, как они считают. Пожив с ним на одной территории, они очень быстро избавились бы от этих чувств. Послушали бы они с утра до вечера свой адрес, какие они неумехи, засранки, ничтожества, и все закончилось бы очень быстро. Дурь эта выветрилась бы из них на раз-два. Самое большое заблуждение, которым они могут себя убеждать в этом, что со мной он станет другим. Это заблуждение, кстати, касается многих людей. Вот это он или она, они с теми так себя вели, потому что они заслужили. А вот я это совсем другое дело. Чаще всего вот так вот думают, когда выходят замуж, там, скажем, второй, там, третий раз и думают, это вот он с ней был такой или он с ним был, она вот она с ним была такая, а со мной все будет совсем иначе. Боже мой. И вот в этом мире, представляете, еще существуют такие люди, которые реально так думают, что со мной будет другой или еще другая такая есть глупость и крайность, он со мной изменится, я его изменю. Да, да, конечно, обязательно. Все именно так и случится, не сомневаюсь. Вот таким вот был мой обзор, на этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. 19 минут. Кто говорил, что у меня короткие видео по часу бы снимать, пожалуйста, слушайте на здоровье. А я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok